МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Германия, 1933 год. До прихода к власти нацистов остаются считанные месяцы. В составе предвыборной команды Гитлера в поездку по Вестфалии отправляется рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Однако у этого путешествия была и другая цель. Найти крепость, которая стала бы центром тайной организации Черного Ордена СС. Органа, под неусыпным контролем которого вскоре окажется вся жизнь немецкой нации. И такой замок был найден. Полуразрушенный, массивный и зловещий, над которым издавна тяготело проклятие. ВЫСТРЕЛЫ Замок Вевельсбург был построен в начале 17 века князем-епископом Дитрихом фон Фюрштенбергом. Эта крепость в форме треугольника напоминает копье. Дорога к нему – древко копья, а корпус северной башни – острие. Замок строился на месте древнего кладбища, поэтому изначально строителей преследовали неудачи. Закладка фундамента шла во время непрекращающегося дождя, а архитектор попал под ворот лебедки и лишился обеих рук. В 1815 году в одну из башен замка попала молния. После начавшегося пожара остались лишь наружные стены. Гиммлер очень интересовался этими местами, поскольку в его представлении это были наиболее подходящие и наиболее символичные места для германской нации. В замке Вевельсбург в специально перестроенных залах при свете факелов за круглым столом собирались 12 высших руководителей СС, чтобы привести арийскую расу к мировому господству. Помещение, в котором мы находимся, было обозначено в строительных планах ССовцев как зал для обергруппенфюреров. Это одно из двух помещений в Северной башне, которое сохранилось до наших дней в том же виде, в каком оно было сразу по окончании строительства в 1934 году. Согласно пророчеству, в которое верил Гиммлер, новая арийская раса должна возникнуть, если копье судьбы встретится со святым Граалем. Грааль – это чаша, в которую собрали кровь из ран распятого Христа. А копьем судьбы называют копье, которым римский сотник пронзил Иисуса. В замке повсюду встречается и феномен числа 12. Как в библейских деяниях апостолов или легендах о короле Артуре. Гиммлер путем использования 12 элементов пытался максимально приблизить весь этот антураж к саге о короле Артуре и 12 рыцарях круглого стола. Число 12 приобретало для обитателей замка особый сакральный смысл. Главный зал, который еще называют баронским, украшен 12 одинаковыми предметами. Дюжина колонн, оконных ниш, постаментов и кресел, которые когда-то на них возвышались. Их установку Гиммлер контролировал лично. Несколько раз в году высшие чины СС собирались в замке. Религиозные медитации проводились в так называемом зале Грааля. Посреди зала в углублении, согласно легенде, проходили сожжения погибших членов Ордена и их гербов. Тогда над замком поднимался столб черного дыма. Зал, в котором мы находимся, обозначен в строительных или в архитектурных планах ОСС как склеп. И существует источник того времени, который гласит, в этом помещении совершались культовые обряды, связанные с умершими. Некоторые историки говорят, что Гиммлер и его приближенные готовили особые напитки из плоти погибших товарищей. Эти напитки якобы даровали непобедимость в боях. Чем на самом деле занимались в Вевельсбурге члены Черного Ордена СС, достоверно неизвестно. По планам Гиммлера, замок должен был превратиться в духовный центр Третьего Рейха. Судя по сохранившимся чертежам, он задумал возвести вокруг замка огромный архитектурный комплекс с автостанцией, хранилищем и аэродромом. Глядя на проект расширения замка, нельзя не увидеть очертания все того же священного копья. Существует очень короткая запись в дневнике Гиммлера, датированная 1944 годом. Эта запись гласит следующее. После окончательной победы, имеется в виду победа немцев, замок Вевельсбург должен был превратиться в рейс-хаус для группенфюреров СС. Ну или в переводе еще на русский, более точнее, это имперский дом для офицеров, для группенфюреров СС. Генрих Гиммлер был самым ярым приверженцем оккультизма в руководстве Третьего Рейха. В молодости он увлекался магией, а став командующим СС, окружил себя астрологами и провидцами, и даже разведывательную информацию получал от ясновидящего. Именно Генрих Гиммлер стал инициатором создания самой загадочной организации фашистской Германии Анненербе. Предложили создать некое общество наследия предков, то есть поиск корней этих наследий предков на научной базе. И это общество нам хорошо известно, это Анненербе, наследие предков в переводе с немецкого. Они решили попытаться открыть мистические каналы, параллельные миры, общение с духами, такое на базе спиритизма замешано. В 1937 году со всеми отделами и филиалами Анненербе вошла в состав СС. Главным местом ее базирования становится мистический замок Вевельсбург. И развелось в конце концов в Черный Орден СС, в Третий Рейх, в создание некого такого полумистически оккультного окружения вокруг Гитлера, которое имело свой центр, свой замок, в котором сидело 12 же, как обычно, отцов-основателей, которые вели Третий Рейх к светлому, как они считали, господству над планетой. Свой Черный Орден СС Гиммлер организовал по образу и подобию средневековых орденов. Основной задачей стал поиск древних символов власти, которые должны были помочь Третьему Рейху обрести мировое господство. В главном замке Черного Ордена СС по личному приказу Гиммлера соорудили постамент для легендарной чаши Грааля. Она и должна была дать нацистам абсолютную власть над миром. Грааль до сих пор не найден. Существует легенда, что он найден, что масоны его нашли. Это чаша, из которой на тайне вечеря причащался сам Иисус Христос, когда он передавал ее по кругу своим ученикам. И якобы она из золота вся и драгоценными камнями отделана. Но найдена ли она нет, пока это очень сложный вопрос. Согласно легендам, священные предметы связанные с жизнью и смертью Христа, были вывезены с Востока вскоре после падения Иерусалима. Столетиями древние реликвии хранили некие организации, которые владели не только несметными богатствами и властью, но и тайными знаниями. Информация, какие-то способы воздействия на людей, древние знания, все это сила, но сила, которая нуждается в защите. Вот почему многие знания хранились в тайне. Это не только в древнем Египте. Ну, считается, что вот эти общества появились впервые там пять тысяч лет назад в древнем Египте. Но египетские жрецы были лишь хранителями знаний. Они получили их от еще более древних цивилизаций. Так утверждают легенды розенкрейцеров. О тайном обществе розенкрейцеров известно не одно столетие. Основателем ордена был немецкий философ-мистик христиан Розенкрейц. В молодости он посетил Иерусалим, Египет, общался с мудрецами Дамаска, Феса и таинственного Дамкара, где и получил тайные знания. Вернувшись на родину, он создал братство Розы и Креста, главной целью которого было постижение божественной мудрости, раскрытие тайн природы и оказание помощи людям. Все легенды розенкрейцерской выстраиваются из того, что они являются потомками атлантов. И что им переданы знания атлантов через египетских жрецов. Атлантидой назывался материк в центре Атлантического океана. Во время планетарной катастрофы эта земля ушла под воду. Древние источники сообщают, что атланты смогли передать свои знания потомкам лично. Ведь незадолго до гибели Атлантиды ее представители направились в Египет. Утверждается, что атланты имели уникальные способности. Используя третий глаз, они передвигали тяжелые предметы. А еще обладали исключительными научно-техническими знаниями. Как считала оккультистка Елена Бловацкая, эти знания атлантов до сих пор хранит пирамида Хеопса. В 19 веке во Франции розенкрейцеры передали представителям официальной науки несколько планов подземелий вокруг египетских пирамид. Планы эти тогда наука всерьез не восприняла. Все-таки подшили, образно говоря, куда-то в папочку. И вот где-то в конце уже 20 века, когда появилось оборудование, которое позволяет зондировать почву в глубину, американцы и японцы вдруг обнаруживают, например, пустоты под сфинксом. Комната площадью где-то 9 на 12 квадратных метров, находящаяся на глубине чуть больше 5 метров, находят несколько коридоров. Скрытые помещения, обнаруженные под основанием пирамиды Хеопса, ученые датируют 12 тысячелетием до нашей эры. Тогда как сама пирамида была построена лишь в 2540 году до Рождества Христова. То есть подземелье древнее пирамиды на 10 веков. Рядом с пирамидой Хеопса был найден колодец, уходящий в небольшую глубину, дошли приблизительно до 36 метров, и от него в стороны отходят коридоры. Единственное, что уже где-то на небольшой глубине, там 5-6 метров, все затоплено. Оттуда пытались откачивать воду, чего-то они сумели добиться, но тем не менее, какие-то подземелья там реально существуют, и розенкрейцеры знали о них уже в 19 веке, если не раньше. Так какие же знания оставили человечеству атланты? И почему их держат в тайне розенкрейцеры? Современные исследователи считают, что атланты общались с внеземными цивилизациями. Благодаря этим контактам они овладели даже летающими машинами. Настоящие розенкрейцеры происходят от знаний пришельцев Сириуса, то есть сирисуанская легенда у них. И название их было как лилия и анг, или даже лотос и анг. Лотос – символ знаний Верхнего Египта, анг – символ знаний Нижнего Египта. Но дело в том, что когда это попало в азиатские края, то там лотос имел название шушана, прекрасный цветок. А когда появилась роза из Персии, то она тоже появилась, ее стали называть шушана, поэтому лотос перетек в розу. А анг, который египетский крестик с колечком, который олицетворяет Изиду, Изида – это богиня знаний, он перерос в крест христианский, поэтому они стали розенкрейцерами. Крест с розой – так переводят современные европейцы название Древнего Ордена. Розенкрейцеры особенно преуспели в алхимии, поисках философского камня и эликсира жизни. Розенкрейцеры, которые начинали как алхимики, искали как раз вот эти способы превращения свинца в золото, эликсира вечной молодости, философского камня. В результате превратились в некие научные общества. Мы получили всяческие общества, Исаака Ньютона, Королевское научное общество, Академию наук французскую. Все это на базе розенкрейцеров. Был розенкрейцером и легендарный Филипп Теофаст фон Гогенхайм, более известный как Парацельс, самый прославленный целитель и пророк Средневековья. Благодаря тайным знаниям розенкрейцеры довольно скоро попали в ближний круг всех европейских правителей и стали их доверенными лицами. В 17 веке этот орден добрался и до России. Когда императрица Елизавета должна была финансировать армию, должна была строить города, тот же самый Зимний дворец, Петербург, поднимать опять с нуля, делать его великодержавным, и к ней пришли два ее верных подданных. Имели с ней секретное заседание. После этого появился город Гусь-Железный. Здесь вот у нас под Рязанью, по сути дела, в котором, соответственно, никаких железных роджей быть не может по определению геологического. Но в Гусе-Железном вдруг ниоткуда, непонятно, каким образом начали печатать золотой червонец. То есть мы можем сказать, что знания алхимические, изготовление золота, они использовались. Чудесным секретом превращения металлов в золото владели члены и другого тайного ордена – тамплиеры. Создав могущественную банковскую империю, в средние века они достигли невероятной власти. Тамплиеры хранили какие-то знания достаточно серьезные и достаточно непонятные даже сейчас, потому что, во-первых, они первые начали печатать золотую монету в таком количестве, в котором золотые рудники золота не добывали. То есть, может быть, они имели доступ к знаниям, как делать, к трансмутации металлов, как делать золото из, ну, из свинца, скажем так. Орден тамплиеров возник в Иерусалиме еще во время крестовых походов в 12 веке. Основатель ордена рыцарь Гуга де Паен и восемь его товарищей дали клятву защищать христианское королевство в Палестине. Приняв их услуги, король отвел рыцарям часть своего дворца. Когда-то на этом месте стоял великий храм Соломона, а сегодня высится мечеть Аль-Акса. Именно рыцари-монахи в белых плащах, согласно легендам, владели священными реликвиями мира. Плащаницы Иисуса, чашей Грааля, книгой власти и ковчегом завета. Ну, что касается тамплиеров, то они действительно испытывали большой интерес к всевозможным реликвиям. Король Иерусалимский Булдуин поселил их рядом с разрушенным храмом царя Соломона, откуда они получили, собственно, свое второе название храмовники. Там они в течение, по меньшей мере, девяти лет вели раскопки. Якобы ими именно там была найдена чаша Грааля, а также скрижа Лизавета. Не секрет, что Иерусалимская земля под храмовой горой пронизана сотнями тайных ходов и тоннелей. Скорее всего, тамплиерам удалось отыскать там ковчег Завета. Библейские предания называют так обитый золотом короб, в котором лежали скрижали Завета. Каменные плиты с десятью высеченными заповедями. Легендарная и величайшая святыня. Хранился он в Иерусалимском храме. В Библии упоминается чудесное свойство ковчега. Он поднимал в воздух себя и своих носильщиков и излучал свет. В текстах точно описывается монотонный звук, который издавал драгоценный короб. Он сверкал и сжигал людей, то есть вел себя как некий механизм. Не исключено, что ковчег был радиоактивен. Согласно преданиям, все, кто открывал его, умирали от страшных ожогов. А жрецы-хранители ковчега носили специальную защитную одежду. Исследователи считают, создать ковчег в то время могли только представители внеземных цивилизаций. Хотя раскапывать храмовую гору нельзя под страхом смерти, темплиеры нарушили запрет. И, как сообщает легенда, нашли обломок скрижали, каменной плиты из ковчега Завета. После этого они вернулись в Европу и моментально орден расширился, разросся. И через год их насчитывалось уже 50 тысяч приорадств по всей Европе. Они, скажем так, курировали или патронировали строительство, строительство дорог, мостов, храмов, мечетей, банковскую сферу, дипломатическую сферу и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, это было государство над государствами. Возможно, приобрести огромную власть темплиерам помогли древние реликвии, в том числе святой Грааль. Слишком уж стремительным был взлет нового тайного общества. Орденские замки плотной сетью накрыли Европу. Темплиеры не признавали власти монархов, на чьей земле располагались их владения. И имели свой суд и полицию. Ордена преуспели эти, и, в общем-то, тамплиеры стал один из богатейших орденов не только в Европе, но и во всем мире. Почему, собственно, и через годы, через десятилетия им просто стали завидовать, их стали ненавидеть. Орден стал крупнейшим ростовщиком в Европе. Среди его должников были короли, епископы и даже сам папа. Тамплиеры даже создали свой банк с отделениями в европейских странах. Именно они сделали гениальное изобретение, которым мы пользуемся и по сей день. банковский вексель в частности был изобретен ими. до этого купцам всегда надо было возить деньги с собой в какой-то торбочке, то тамплиеров они могли получить вексель, приехать в другой город и там те же самые тамплиеры выдавали им уже наличность. Казалось, будто тамплиеры знаются самим дьяволом. Они чеканили собственную монету, причем в огромных поистине несметных количествах. За каких-то 100-150 лет они изготовили столько серебряных денег, что те стали платежным средством по всей Европе. Но откуда у тамплиеров было столько драгоценного металла? К тому времени все европейские серебряные рудники уже прибрали к рукам короли и сеньоры, а из Палестины рыцари храма вывезли немного. Согласно легендам, тамплиеры-алхимики все же смогли превратить свинец в серебро. Но есть и другая версия. Храмовники вывозили серебро из Америки, о существовании которой узнали задолго до ее открытия. За 250 лет до экспедиции Колумба. И уже потом сообщили о новом свете легендарному путешественнику. Колумб подправляется в Америку на трех кораблях, у которых на парусах изображены кресты именно раннего тамплиерского типа с этими притупленными концами. Почему Колумб плывет именно под тамплиерскими крестами? И существует предположение, что он, в общем-то, плыл по картам из Александрийской библиотеки, которые тамплиеры могли найти либо приобрести на Ближнем Востоке. И поскольку в Испании они не подверглись преследованиям, в отличие от Франции, они могли передать эти карты либо лично Колумбу, либо кому-то еще, с кем он был связан. Откуда храмовники узнали о существовании нового света? И почему эти знания стали тайной и настолько важной, что хранить ее было поручено самому великому магистру и высшим чинам ордена. 200 лет самое могущественное тайное общество Европы не боялось никого и ничего. Но именно эта мощь, военная и финансовая, и стала причиной его гибели. Пятницу, 13 октября 1307 года, верхушка ордена темплиеров была арестована по приказу короля Франции Филиппа Красивого. С тех пор каждая пятница, которая приходится на 13 число, считается чертовым днем. После пыток темплиеры были казнены. Их объявили еретиками. И сам папа заявил о распуске ордена. Темплиеры рассыпались на множество орденов. Говорят, что их ликвидируют. Ничего подобного. Орден Христа в Португалии это те же самые темплиеры. Орден Чертополоха в Шотландии это те же самые темплиеры. По всей видимости Опричнина Ивана Грозного это те же самые темплиеры, которые ушли сюда. Однако богатства ордена, на которые рассчитывал король, исчезли с гибелью его магистров. Вот уже сотни лет пропавшее золото ищут на острове Кипр. Согласно легендам, оно спрятано в старом замке в Лимассоле. Но корабли с бежавшими темплиерами могли найти убежище и в новом свете. В Мексике или в Северной Америке. Там, на острове Оук, еще в начале 19 века обнаружили таинственную шахту, которая была построена по технологиям, которыми владели темплиеры. За 100 лет своего существования они построили 3000 городов в Европе, которые практически все мы знаем. Париж, Кюльн, Берлин и так далее. И практически все готические храмы, которые были построены за 100 лет, а потом после утери секрета или после ухода темплиеров под пулья, разгрома, как нам говорят ордена темплиеров, достраивались 400-500 лет. То есть им кто-то открыл эти знания. Но куда исчезли сокровища темплиеров и самое главное священный артефакт, дающий власть и могущество – чаша Грааля? Нет единого мнения, куда эти богатства были вывезены. Ну, есть такая версия, что часть через Ла-Манш в Англию отправили, часть, даже и такая версия связана с Россией, что какие-то богатства были вывезены и захоронены в Москве. Вернее, тогда даже называется место, Девичье поле. Это еще, правда, в то время не была Москва, а такой пригород. Выходит, что следы этого ордена затерялись в том числе и в России. Более того, легенды даже донесли до нас конкретное местонахождение сокровища тамплиеров. Где-то в районе Девичьего поля там колоссальные пещеры огромные, природные, и вот якобы там часть богатства тамплиеров по согласованию с великим русским князем Василием были захоронены в тех пещерах. Ну, попытки были искать и в конце 19-го века, в середине 20-го века, в 60-х годах, я знаю, энтузиасты, любители отправлялись в эти подземелья, но информации нет, чтобы что-то было найдено. Некоторые исследователи уверены, что древние реликвии попали в руки римских епископов в Ватикан, где они в строжайшем секрете и хранятся до сих пор. Часть топлиеров, оказавшись в Италии, вместе со своими сокровищами, это и копье, это и грааль, и туринская плащаница, очень имели большие контакты с Ватиканом. Сегодня известно место хранения лишь одной реликвии. Она находится в серебряном ковчеге в соборе Сан-Джованни Батиста на севере Италии. И по месту нынешнего хранения получила название Туринской плащаницы. Холст с изображением обнаженного мужского тела во весь рост. На одной стороне анфас, на другой со спины. Черты лица, губы, борода и волосы изображены настолько правильно, что не могут быть сделаны рукой художника. Следы крови и ран говорят об одном. Образ на полотне возник, когда тело Христа лежало в погребальной пещере. С плащаницей вообще это очень интересная история, потому что мы знаем, что в одно время было проведено исследование плащаницы, было четко подтверждено независимой экспертизой, что это изделие тысячного года, за тысячный год, то есть через тысячу лет после смерти Христа, если придерживаться официальной хронологии. Потом это дело замяли и сейчас об этом замолчали. Поэтому что из себя представляет плащаница? Или это доказательство того, что хронология смещена на тысячи лет? Или это ну скажем не на самом деле артефакт? Это трудно сказать, поэтому говорить о том, что тамплиеры хранили плащаницу, может быть и хранили, но это явно не та плащаница, которую нам показывают сейчас. Окровавленный холст, как христианская святыня, впервые упоминается в 12 веке в каталоге царьградских реликвий. Но уже меньше, чем через сто лет он таинственным образом исчезает из Константинополя во время разгрома города крестоносцами. В течение 150 лет судьба святой реликвии оставалась неизвестной, пока в 1353 году некий граф де Шарни не передал ее в церковь французского города Лира. Однако местный епископ почти сразу объявил ее подделкой. Это неверная версия. Туринская плачница действительно является тем сауном, в которой было причистое тело Иисуса Христа, спасителя и искупителя мира обернуто. Оно действительно ощущение энергетики и благодати присутствует. Плат Вероники Так называется еще один лик, который хранится сегодня в соборе Святого Петра в Ватикане. Плат Вероники совершенно аналогичный артефакт. Если женщина по имени Вероника дала плату Иисусу Христу, когда он шел на Голгуф и неся на себе крест, он утер лицо и на этом платье появилось изображение ранее еще до гонений даже царь Эдессы Абгир присылал несколько писем Иисусу Христу с просьбой приехать в Эдессу и помочь ему в лечении болезни. Христос умылся в ручье, сушил лицо платом и этот плат отправил Эдессскому царю. Опять же там было изображение лица и по меньшей мере существует три таких артефакта. Исследователи обнаружили, что желто-коричневый цвет изображения появился потому, что сами молекулы ткани изменили свою химическую структуру. И возможно это лишь в том случае, если на холст воздействовали чем-то вроде рентгена. Теория огненного тела. Такое название получила единственная признанная учеными версия происхождения необъяснимого феномена. В момент воскрешения тело Иисуса было наполнено некой энергией, сходной с энергией плазмы. Быть может, плащаница имеет неземное происхождение? Объясняется так, что когда Иисус Христов был завернут в пелены, что его тело прошло сквозь Туринскую плащаницу буквально разложившись на атомы и выйдя в виде луча света. И чем породилась вот эта легенда, что якобы это внеземная цивилизация и вещи внеземного происхождения. Плащаница единственный свидетель не только смерти Иисуса, но и его воскрешения. Если плащаница продукт контакта с инопланетным разумом, то что произошло, когда камень закрыл вход в погребальную пещеру? Я думаю, что это скорее описание не контакта с землям с неземной цивилизацией, а описание ухода в некую пространственную дыру, я не знаю, или временную дыру, или уход в параллельное существование с некой такой вспышкой. энергетической. И именно когда он является потом апостолом, когда он является потом Марией, происходит то же самое, происходит энергетическая вспышка, появляется его образ. летопись подробно описывает непонятный свет, озаривший черную южную ночь и его источник. Сияющее облако спустилось к гробу, из него появился человек, состоящий из света, а потом раздался страшный грохот. Так может, облако было неким летательным аппаратом, а жуткий гул звуком работающих двигателей? То, что Иисус Христос был представителем неземной цивилизации, можно легко опровергнуть тем, что никаких свидетельств о вмешательстве неземной цивилизации и никаких строчек в Евангелии на эту тему мы не найдем. Так или иначе, но когда люди приблизились к гробу, тела Христа там уже не было. Современные уфологи сравнивают это с рассказами очевидцев, которых забирали на борт НЛО. И многие детали в описании удивительным образом сходятся. Выходит, что Иисус был оставлен на Земле для миссии, после выполнения которой он вернулся в свой мир. Есть и другие доказательства контактов землян с пришельцами. Считается, тамплиеры хранили еще одну инопланетную реликвию машину Манны. тамплиерами, кстати, связана и современная, как я полагаю, все-таки сказка о том, что они хранят машину Манны, которую инопланетная цивилизация некая даровала Моисею и его народу. И вот он использовал эту машину Манны для того, чтобы кормить людей в течение 40 лет, что он водил их по Синайской пустыне. Исследователи уверены, аппарат, что 40 лет кормил иудеев небесной Манны во время их хождения по Синайской пустыне изобрели инопланетяне. Скорее всего, машину Манны запускал тот же ядерный реактор, что и ковчег Завета. Существует несколько таких реконструкций этой машины, сделанных американскими и немецкими уфологами. По сути, это что-то вроде большого жбана на колесиках. Там находилась вода, водоросли такого-то определенного типа. Ну и за счет ядерного вот этого подогрева, наличия неких ингредиентов, водоросли вырабатывали вот эту самую Манну, которая отходила через специальный кран. Пришельцы посещали нашу планету не только во времена Атлантов или при жизни Христа. Они и сегодня обитают среди нас, правда, в людском обличье. Все они члены общества иллюминатов, то есть тайных правителей мира. Некоторые конспирологи, такие как Дэвид Айк, известный также под фамилией Ике, считают, что они сами по сути своей пришельцы рептоидного типа. В книге Дети Матрица он утверждает, что они проникают в наше пространство из какого-то параллельного мира. Он исследовал их в течение нескольких десятилетий и знает несколько десятков человек, которые видели превращение иллюминатов обратно в рептоидов. Орден иллюминатов самый таинственный и влиятельный. И, возможно, за многими мировыми событиями стоят именно иллюминаты. Выходит, что нами, землянами, управляет некий высший разум. Конспирологи, которые утверждают, например, что эти рептоиды прилетели с планеты Драко, предлагают людьми какими-то неправедными способами. Пришельцы они на самом деле или люди, но иллюминатам конспирологи приписывают поистине нечеловеческие возможности. Утверждается, что они контролируют все значимые области нашей социальной и политической жизни. К иллюминатам относят самые богатейшие семьи нашей планеты. Те, которые правят миром из-за кулис. Всего их 13. Ротшильды, Рокфеллеры, Астеры, Бунди. К ним близки еще 4. Диснеи, Макдональды, Круппы. И вот по сути эти 13 представляют собой тайное правительство мира. Возникла эта, скажем так, группа еще до нашей эры. С того самого времени они очень тщательно следят за чистотой собственной крови, допуская браки своих сыновей и дочерей только с людьми либо из аристократии, либо дела и вовсе доходят до кровосмешения. Легенды называют орден иллюминатов самым древним. Предания утверждают, что 6 тысяч лет назад какие-то внеземные силы передали шумерским жрецам некую книгу власти, записанную на камне. Книга знаний, которая была обнаружена на шумерском камне, якобы такой философский трактат, в котором четко прописано прошлое и будущее. Что было, то будет. В это секретное общество входили многие известные ученые, в том числе Коперник, Ньютон, Галилео Галилей. Выходит, и они получали информацию от представителей внеземного разума. Иначе как объяснить, что некоторые открытия этих ученых, при том уровне развития науки и техники, были просто невозможны? С Галилео Галилеем связана достаточно интересная история. Дело в том, что существовала лунная карта, составленная им, на ней были изображены оба полушария Луны, ее темная сторона тоже. Сделать это с помощью телескопа невозможно, то есть, откуда у него взялись материалы, его темные стороны Луны, это тайна. Как выглядит обратная сторона Луны, земляне узнали лишь в 1959 году, спустя 300 лет после того, как это было зафиксировано на картах Галилея. Первый человек на поверхность спутника ступил еще 10 лет спустя, в 69 году прошлого столетия. Оказывается, и высадка американского экипажа произошла в точке, отмеченной на карте Галилея. Почему Аполлон полетел именно туда? Пока остается загадкой. На этой карте, что самое интересное, якобы крестиком было помечено то место, где позже высадились американские космонавты из миссии Аполлон. То есть эта карта какими-то путями оказалась в руках НАСА и почему-то НАСА знало, что вот крестиком помечено что-то достойное внимания. Еще одно тайное общество масоны. По одной из версий в орден масонов объединились оставшиеся тамплиеры. Существовал орден вольных каменщиков, то есть гильдия вольных каменщиков, гильдия, которая строила все храмы, дороги, мосты и так далее. Вольный каменщик в переводе на французский это фримасон. То есть вольные каменщики. Вот с них и пошло нынешнее общество масонов, вольных каменщиков. Другая версия связывает масонов с братством иллюминатов. Якобы и тем и другим древние жрецы передали то, что мы знаем как книгу знаний или книгу власти. Ведь знания всегда имели силу особую на переплетении магии, психологии и тайных умений. Несколько тысячелетий назад некие высшие силы для нас это скорее всего все-таки внеземной разум явили шумерским жрецам камень на котором были записаны правила управления людьми правила управления государством. Позже на пяти папирусах она была скопирована египетскими жрецами они использовали ее для тех же целей управления обществом. Египетские жрецы были первыми кто создал могущественную тайную организацию. Более поздние тайны общества были подобны египетскому. и унаследовали оккультные знания и магические способности древних жрецов. Это легенды так называемые сересуанские легенды и масонства и розенкрейцерства и тамплиерства они говорят что вот они получили знания от древних и те посвященные которые доходят до высших высших ступеней градусов в этих организациях в этих обществах им открывается возможность общаться духовно или там улетать в другие измерения и они могут получать знания непосредственно сами. Выходит что и в наше время члены тайных обществ контактируют с внеземными цивилизациями. Они хранят древние знания и артефакты дающие власть над миром в том числе и чашу Грааля. Мы должны определить что такое Грааль. Пойдем по версиям. Грааль это чаша в которой собрана кровь Христа. Сант Грааль Святая Грааль Святая Кровь. Грааль это потомки Христа. Святая Кровь. Опять же. Грааль это камень. Ну я не знаю там метеорит прилетевший это и в нем послание от зеленых человечков. Грааль это хранилище знаний. Грааль это еще чего-то еще чего-то. По всей видимости темплиеры нашли его именно его они искали в недрах храмовой горы. Они его нашли. Что это такое никто не знает. После бегства темплиеров из Франции следы тайной реликвии потерялись. По одной из версий члены тайного ордена передали Грааль масонам. Об этом свидетельствует и зашифрованное письмо 17 века. В нем говорится, что масоны получили тайный знак, по которому впредь будут узнавать друг друга по всему миру. Конспирологи не исключают, что этим паролем и был святой Грааль. По другой версии Грааль может находиться где-то в России. И об этом есть в Ипатьевской летописи записи официальная, Ипатьевская летопись у нас официальная, что прибыли 18 набойных насадов, то есть галер, на них приплыли темпличи Соломоновы и били челом государю, митрополиту, тогда не было патриарха, митрополиту, и народу славянскому с тем, что их обидел царь Гальский, и они бьют золотом, жемчугами и сокровищами, челом, чтобы их приняли под руку славянскую. Их приняли, и все то, что они привезли, осталось здесь, спрятано. С этого момента начали крыть золотом купола на церквях, показывая, что мы настолько богаты, что богаче нас в мире и в этом нет. Некоторые конспирологи приводят данные, что немцы все-таки отыскали Грааль и даже передали его Гиммлеру. Якобы чаша всю войну простояла в орденском замке Третьего рейха Вевельсбург. Но в 45-м году загадочно исчезла. Считается, что тем же таинственным образом после войны из замка пропала еще одна древняя реликвия копье судьбы. Этим копьем римский легионер пронзил сердце Христа. Согласно древнему пророчеству тот, кто владеет копьем будет владеть миром. В Европу из Святой Земли артефакт привез Людовик Святой. С этого момента им обладали почти все известные императоры, в том числе Карл Великий и Наполеон Бонапарт. Своих хозяев реликвия наделяла в том числе и даром ясновидения, помогая выигрывать все сражения. Адольф Гитлер увидел древнюю реликвию в Венском музее еще во время Первой мировой войны. С той самой минуты ефрейтор стал грезить о всемирном господстве. Мы все время забываем, что древние они были символистами и мало того, под названием копье может быть и не копье, а молния или еще что-то в этом духе. По официальной версии, после разгрома нацистской Германии копье вернули в Вену. Сегодня оно считается самым древним из четырех известных. Наряду с ватиканским, армянским и краковским, а следовательно и подлинным. В чьих руках находится чаша Грааля, дающая власть над миром, неизвестно. Тайные общества продолжают хранить свои секреты и по сей день. А человечество на протяжении столетий пытается найти древние сокровища и разгадать их тайну. Удастся ли это когда-нибудь сделать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok